Это главный эфир. Здравствуйте. В экономике все взаимосвязано. Цена на нефть, например, в Лондоне частично влияет на формирование стоимости квадратного метра в том же Гродно. А маленькая армия посредников может откусить пару процентов от ВВП целой страны. Из таких, казалось бы, мелочей строится целое государство. И Беларусь здесь не исключение. На неделе президент с руководством правительства настраивал, точнее подстраивал этот важнейший фундамент. Чуть позже разберем все по кирпичику в главном эфире. Тезисно, жилье в Беларуси должно стать доступнее. Поэтому сверхдоходы застройщиков урежут. Ну а фирмам-посредникам придется или уйти, или забыть про миллионы из воздуха. Их теперь можно будет делать только из отходов. Переработка вторсырья – дело прибыльное и одновременно полезное для сохранения природы. Экономика сегодня должна быть не только экономной, но и зеленой. Зимы без снега – уже хорошо различимый сигнал глобального потепления. Действительно, на неделе зацвели примулы и персиковые деревья, пошли грибы. И все мы шутили, что такого бессмысленного перелета на юг птицы еще не совершали. На крещение все же немного, ну, будем считать, подморозило, хотя проруби в этом году не получилось. Но это не мешает верующим белорусам окунаться традициям. Православный мир отмечает крещение. Вода, как религиозный символ, это и начало жизни, и средства очищения. А если соблюдать все правила, то ледяная купель только закаляет организм. В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. И жить, и работать помогает. Исключительно бодрые репортажи и самые важные новости сегодня в главном эфире. С вами Виктория Сенкевич и Иван Эйсман. Смотрите в программе. Темы, которые волнуют всех. Мы про уверенность в будущем и дом в настоящем. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье. И мы должны им помогать. Ответим не только на квартирный вопрос. Поговорим о том, что за стенами дома. Для бизнеса появятся возможности по созданию совместных предприятий, для того, чтобы организовывать собственные системы сбора. Как сделать экономику снова зеленой. А жизнь на пенсии полнокровной. Улучшение подходов по отношению к человеку. Прежде всего, это повышение уровня досрочных пенсий. Большие материалы нашего эфира. На острые темы, как всегда, о главном. Беременные женщины, пожилые люди. Для них данный микроорганизм очень опасен. Пребрести опыт и остаться в живых. Идем на закупы с Алексеем Потаповым. Воскресный поход по магазинам. Традиционный атрибут жизни меньшан и большой доход для торговли. Покажем, как надо шопиться с головой. Это стоит увидеть своими глазами. Игрушка должна быть крепкой, не разламываться на мелкие опасные детали. Узнаем, в чем соль важных секретов. Самых ходовых товаров и предметов. Почему он падает? Боже мой, автопилот, он сдулся. Кажется, Боинг свалился в пике. Когда лайнер не роскошь, а средство убить имидж. Проблемы не только технические. Думаю, существуют огромные сложности с брендингом. Что подрезало крылья серебристой птицы. И останется ли авиагигант на плаву. Прямо сейчас. Слово и дело зачастую в жизни человека. Этим два понятия расходятся. И всегда приятно, когда случается наоборот. И уж тем более, когда речь идет о вещах серьезных. Например, государственных делах. Эта неделя была именно такой. И судите сами. Во вторник, первый день нового года по старому стилю, президент проводит совещание по четырем более чем народным вопросам. Это борьба с лжепосредниками в госзакупках, дутыми ценами на строительство. Ну что еще может быть актуальнее? А еще перезапуск зеленой экологичной экономики и ранние пенсии для тяжелых условий труда. Это было слово. Последнее в обсуждении экологических новелл и пенсий. Уже в пятницу мы увидели дело. Точнее, два указа, за которыми должны последовать реальные дела со стороны всей вертикали, всей государственной системы. За нее, кстати, президент во вторник призвал не беспокоиться. Перемены идут. Их не замечает только тот, у кого работа такая, их не замечать. Но перемены не в ущерб людям и не для слома государства. Революционерам, в кавычках, предложено успокоиться до выборов, как минимум. Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто-то ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены, перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом, той политики, которая проводится, этого не будет. Вот будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены. Народ определится. Мы будем проводить спокойно, целенаправленно, реализовывать те замыслы, которые есть, и перемены эти будут абсолютно спокойными, нереволюционными. Как это работает в преломлении четырех народных вопросов, поднятых на неделю, спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева. Он отрабатывал диалог во вторник и анализировал указы в пятницу. Андрей, добрый вечер. Добрый. Скажи, пожалуйста, что значит на деле постулат «Революции не ждите, нам люди дороже». Добрый вечер. Ну, давайте откровенно. Что значит революция в нашем человеческом восприятии? Ну, допустим, если бы каждый из нас купил или посадил бы ель, а на Новый год посадил ее в кадочку, украсил, но уже 15 января вместе со своими соседями каждый из нас вынес бы эту ель и посадил в ближайшем парке. Согласитесь, революция зелена, экологична, красива. Ну, это точно, если не революция, то перелом в сознании, ведь сегодня многие полысевшие, а то и погибшие еле в катках появляются на свалках, разве что впервые. Майские праздники. Это точно. Хорошо, а революция номер два? Революция номер два могла бы идти не снизу от людей, а сверху от государства. Допустим, если бы наше государство залпом приняло скандинавский стандарт раздельного сбора мусора и те же штрафы за неисполнение. Только представьте, рано утром 2 января вас штрафуют и не за три пакета мусора вперемешку, а за то, что в пакете с пластиком вы забыли открутить крышечки с бутылок и тщательно смять ПЭТы. Вот подождите, я предлагаю провести эксперимент. У нас здесь есть... Реквизит есть? Да, есть две бутылочки из-под воды. Давайте посмотрим, как утилизируют такого рода тару в Скандинавии. Ну, ваши бутылочки уже очень правильно по-скандинавски обработаны, то есть тщательно вымыты и наклейки сняты. Потому что на самом деле мы готовились. Итак, по скандинавскому стандарту нужно открутить крышечку. Крышечки, откручивайте, Ван Михайлович, они утилизируются отдельно. А вот сами ПЭТ-бутылки, они сминаются очень тщательно, начиная с донышка и максимально плоско, для того, чтобы в контейнере для мусора они занимали меньше всего места. Вручную? Вручную, конечно. Смяли, смяли, смяли. Есть какой-то опыт, я уже смотрю. Как-то так, я понял. Примерно так, плоско, зато легко утилизировать. К сожалению, у нас наша культура еще не дошла до скандинавского уровня, поэтому в Могилеве мы провели эксперимент, как наши люди сдают, скажем, бумагу. Ну и вот что получилось. Это то, о чем я говорил. Культура наша, человеческая. Мы открываем бумагу, мы надеемся, что там бумага. Там все, что угодно, кроме бумаги. Конечно, у нас далеко не все плохо. В том же Могилеве инновационные контейнеры под землей. Ни грязи, ни запаха. Сознательность людей растет. Раздельного сбора с каждым годом все больше. И это именно то, о чем говорит президент. Не ломая ни экономику, ни людей. Через колено, шаг за шагом, идти к зеленому стандарту. Идти от жизни. Помните, глава государства еще лет 10 назад буквально за руку привел первый супертехнологичный на тот момент завод в Бресте. Работает до сих пор. А сегодня уходим от пластиковой посуды. Возвращаемся на новом технологичном уровне к сбору муклатуры и стеклотары. От сжигания грязного пластика переходим к производству из него. Оградок, плитки и люков для канализации. Или вот у соседей в Логойске шикарный пример. Пакеты из кукурузы. Абсолютно натуральные и безвредные для природы. Ну и поскольку мы все же не в хрущевские времена живем и не в Техасе, скоро в Логойске перейдут на настоящие белорусские пакеты. Из бульбы. Точнее из картофельных отходов. Пакеты из кукурузного сырья. То есть пакет 100% изготовлен из вот такой вот гранулы. Пакеты, которые в дальнейшем можно утилизировать. Все, в полном смысле все зеленые новеллы поддержаны президентом. А правительству даны жесткие сроки для перезапуска этого большого кластера экономики. Отхода в стекло и бумагу до строительства новых заводов возле свалок. И производства из органики компоста, который потом используют для благоустройства новостроек. Это чтобы не буераки из песка и глины для новоселов, а зеленая лужайка под окном в первый же год. И да, я не оговорился, отходы это действительно новый кластер экономики. Это и предприятия, и рабочие места, и зарплаты, и новые технологии. Ну и самое главное, это чистая земля, воздух и вода для нас и наших детей. В вопросе экологии с резонами президента и общества не поспоришь, но мы знаем, что на совещании спорили по другим вопросам. Это посредники в госзакупках и доходы застройщиков. Андрей, Кью Продест, кому выгодно? Кто наживается скорее? Наживаются на нас с вами, к сожалению. Как это работает? Давайте по порядку. Первый народный вопрос. Моржа застройщика. Президент обратил внимание, что среди бизнесменов, которые плотно занимаются строительством наших с вами квартир, слишком много миллионеров. Логично спросить, откуда дровишки? Вот как это было у президента. У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье, они просто рвутся в эту сферу, чтобы получить кусок земли, построить дом, а потом продать квартиру. Все они стали миллионерами, как минимум. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет спрашивается, откуда такая прийти? Даже Америка не знала таких темпов. Ну, слава богу, что разбогатели. Нет вопросов. Но только богатеть надо за свой труд, а не то, что ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Как это работает? Давайте разберемся на пальцах. Допустим, вы, Виктория, или вы, Иван Михайлович, решили и хотите построить квартиру, а я тот самый потенциальный миллионер. Все, что мне нужно, это зарегистрировать какую-нибудь контору. Допустим, Рога и Копыта. Но нет, давайте оставим Ильфа и Петрова. Здесь нужно громкое название. Допустим, что-то вроде Суперстройкапиталменеджмент ЛТД. ЛТД. Звучит солидно. Дальше, пользуясь своими связями, громким именем удачи или стартовым капиталом, я выигрываю тендер на землю. Собираю с вас деньги, нанимаю стройтрест номер три, не такое громкое название, и за ваши же средства делаю вас новоселами. Строители идут по смете и по средним ценам в регионе. А вот я, как частник, могу содрать с людей любую премию. Так что квартиры им обойдутся на треть дороже. В итоге такой схемы реальные застройщики без заказов вынуждены идти ко мне в подмастерье. Вы залезаете в долги, государство ищет, как удержать строителей в Беларуси. А я, как успешный посредник-бизнесмен, поеду отдыхать на зимние праздники куда-нибудь на Лазурный берег. Как думаете, справедливо? Ну, конечно, нет. Именно такое мнение озвучил глава государства в рамках совещания и принял, на мой взгляд, соломоновое решение. Ограничить рентабельность, ну или прибыльность того самого застройщика пятью процентами, если ты берешь деньги у людей. Хочешь дороже, хочешь больше заработать, пожалуйста, строй либо за свои деньги, либо иди к юридическим лицам, продавай им эту самую недвижимость. Но торговаться с ними, согласитесь, придется за каждый цент. А у кого приоритет? Приоритет у тех, кто строит своими силами, то есть у кого есть и строители, и лебедки, и техника, и стройматериалы, и новые технологии. И деньги желательно строить все-таки за свои. Не могут тогда, пусть ждут в очереди, что останется, отдадим им. А те, кто хотят строить с пятипроцентной рентабельностью, ну грубо говоря, с меньшими затратами, более низкими ценами, мы тем отдадим строить жилье. Мы не будем здесь отбирать частное, государственное. Вот цена, в нее надо вложиться. У нас небогатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы. Еще раз прошу, все вы имеете жилье и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье. И мы должны им помогать. И наша помощь, прежде всего, заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам. И еще один вопрос примерно из той же оперы. Посредники в госзакупках. Президента возмутило, что они возникают даже внутри Беларуси и на белорусские товары. Одно дело, когда предприятию нужно срочно выйти на новый далекий рынок. Это деньги и время. Легче предприятию нанять посредника, который за разумные деньги, подчеркиваю, разумные, имея свои магазины, транспорт и связи на далекой чужбине, продаст белорусскую продукцию. Ну, или другой пример, ближе к нам. Вот, Иван Михайлович, кто у нас занимается уборкой помещений вообще и этой студии в частности? Частная фирма, которая победила в конкурсе. Именно. И это наверняка результат тендера? Конечно. В итоге мы занимаемся своим делом, то есть готовим материалы, сюжеты, а частная фирма, которая специализируется на уборке, ну или модным словом клининге, делает свое дело, то есть убирает. Виктория Александровна, вы как хозяйка, как оцениваете качество? Ну, нет предела совершенству, но в целом неплохо. Но гораздо лучше, если бы этим занимались мы с вами. Тем более у нас некому этим заниматься. Вот. Именно. Это рабочие места, деньги, да и все знают, насколько сложно в случае некачественных услуг, скажем так, уволить нерадивого сотрудника. А вот поменять фирму, которая не справилась, гораздо легче. Главное условие, чтобы тендер был прозрачным. Мы выбирали лучших по цене и качеству, и процедура не была слишком громоздкой. В цифровой век все-таки живем. И решения здесь уже приняты. Правительство вводит цифровую систему госзакупок. Там все как на ладони. Кто почем, из каких вариантов выбирает. Контролеры в любой момент времени могут проверить, не жульничает ли заказчик и победитель конкурса. Главное требование президента – ускорить цифровизацию и подключить к ней общество. Так и будет сделано. Крутой вице-премьер. Нет, точнее так. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой это президенту пообещал. Теперь поставлена четкая задача тоже оцифровать весь этот процесс, чтобы экспертное сообщество, журналисты, пресса, они могли, пользуясь соответствующими информационными ресурсами, анализировать закупки тех или иных организаций, тех или иных государственных органов. И вот эта задача поставлена до конца года, она должна быть решена. По сути, президент своим решением возрождает советский еще, народный контроль. Но только на новой технологичной базе. А мы, как журналисты, эксперты и небезучастные граждане, уж поверьте, будем хорошими и неподкупными общественными ревизорами. Еще и сюжеты про это снимем. Вот такие народные инновации нам принесла третья неделя Нового года. Андрей Каривашев был в суде главного эфира. Как всегда, интересно, обстоятельно и образно. Спасибо. Ну а мы идем дальше и поговорим о тех, кому на Белой Руси было работать тяжело в сложных условиях и кому компенсируют этот труд досрочной пенсией. Суть в том, что у работников с особыми условиями труда будут дополнительные гарантии и возможность выбора льготной пенсии. Президент такие подходы поддержал. И все новации закреплены указом. Главное – принцип справедливости. Учтены пожелания людей, которые, отработав половину нужного срока на тяжелой работе, хотят уйти досрочно, значит, лет на 5-10 раньше на заслуженный отдых. Но они не потеряют в деньгах и смогут рассчитывать на суммы, равные пенсиям по возрасту. Подробнее о новациях наш корреспондент Светлана Лукиенюк спросила у министра труда и соцзащиты Ирины Костевич. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Вот сегодня поговорим о новых таких подходах по профессиональным пенсиям. Подписан указ, меняются какие-то подходы по начислению, по получению и выходу на досрочные пенсии, в частности, профессиональных пенсий. В связи с чем возникла такая необходимость? И много ли людей, которые попадают под новые правила, которые начинают действовать уже с этого года? Надо сказать, что механизм досрочных пенсий – это только пенсии, которая назначается людям, работающим в особых, во вредных условиях труда. В 2009 году принят закон о профессиональном пенсионном страховании. Мы поменяли правила вхождения на досрочные вот эти пенсии. Поскольку до 2009 года пенсионирование осуществлялось досрочных пенсий из общей пенсионной системы, поэтому с учетом увеличения количества пенсионеров и нагрузки на пенсионную систему, было предложено выйти на другой самостоятельный источник финансирования. Это накопительная система. В чем отличие? Сколько накопил, столько и получишь. Вот получалось, что люди, которые начали работать с 2009 года, когда заработали те правила, то есть они проработали 11 лет, и сейчас, в общем-то, если у них уже достаточно, скажем, свой трудовой стаж, они могут уходить на эту досрочную пенсию. Но в чем нужно было принять новые подходы, чтобы, например, они не потеряли в тех же деньгах? В 2019 году мы стали получать большое количество обращений со стороны работников, коллективные обращения, очень много было обращений со стороны профсоюзных организаций, Федерации профсоюзов, потому что в 2019 году подошла та категория к тому половинчатому льготному стажу. И когда проанализировали, сделали расчет вот этой досрочной пенсии, мы увидели, что эта пенсия достаточно низкого уровня. Только 10 лет из 20 льготного, которое надо наработать, формировалась эта накопительная пенсия. Поэтому то, что сегодня принят указ, который дает вправо человеку, который наработал не менее половины до 2009 года, мы его возвращаем в старую пенсионную систему, в старое правило, и он сможет получать пенсию, продолжая работать. Опять же мы говорим, к примеру, трактористы, получая пенсию в размере, пенсию по возрасту, ну если понимать, средняя за декабрь месяц по возрасту 446 рублей. И вот как раз животноводы, это как раз трактористы, как раз водители, женщины, которые в текстильном производстве, вот как раз в 2019 году подошел вот этот половинчатый льготного стажа, 10 лет и более. В 2021 году подойдут у нас и медицинские, и педагогические работники, поэтому вот этот указ срабатывает на те категории, которые проработали больше, чем 10 лет, и сработает на упреждение, на предупреждение вот этой проблемы после 2021 года, когда к этому половинчатому стажу придут педагоги и врачи. Кажется, сейчас вот по стране много ли у нас работников, которые работают в особых, в сложных условиях труда? Таких у нас 20 категории, 350 тысяч человек, которые работали в 2019 году в особых условиях труда. Если мы пойдем в историю, посмотрим 2009-2010 год, количество рабочих мест особыми и вредными сократилось более чем на 30%. Это подтверждает хорошую динамику. Динамика того, что меняется производство, меняются условия, соответственно, сокращается количество лиц, которые работают в таких условиях. Вы сказали, затронули трактористов. Какие еще профессии, чтобы нам понимать, все-таки попадают под эту категорию? Скажем, кого больше, может быть, кого превалирующее большинство? Если вот посмотреть про 350 тысяч, про которые я говорила, где-то 120 тысяч – это список один, список два. Это особо вредные и вредные условия труда. Если мы говорим статус особых условий, то где-то более 150 тысяч – это педагоги, это врачи, это медицинские работники. Где-то более 30 тысяч, 34 тысяч – это трактористы, более 30 – это доярки, это животноводы, женщины. Ну, 10 тысяч, я говорю, основные такие позиции. Более 10 тысяч – это водители пассажирского городского транспорта. Если, скажем, более подробно поговорить, все-таки, как будет работать вот эта вот новая предложенная модель, вот именно вот эти новые подходы по профессиональным пенсиям? Мы расширили с вами переходный период с сохранением правила профессиональной пенсионы. Расширили для тех, кто наработал не менее половины до 2009 года, да, и усовершенствовали правила для тех, кто наработал менее до 2009 года. Но наработали более половины или основной стаж после 2009 года. Сразу надо сказать, особенность этой системы – ты, если идешь на эти правила, получая досрочную пенсию, ты не имеешь права работать во вредных условиях труда. Значит, если ты хочешь уйти на досрочную пенсию, ты уходишь с вредных условий труда, ты можешь продолжать работать, но в нормальных условиях труда, и получать эту досрочную пенсию. Значит, ты на 5 лет раньше уходишь на пенсию, и 5 лет получаешь вот эту досрочную пенсию. Достигаешь общеустановленного пенсионного возраста, получаешь общеустановленную пенсию по возрасту. Второй механизм – это дополнительная пенсия. Ты продолжаешь работать во вредных этих, в особых условиях труда трактористом, достигаешь общеустановленного пенсионного возраста, а к 2022 году мужчина 63 года будет, и выходишь на пенсию, получаешь пенсию по возрасту, к примеру, вот как она средняя по возрасту, сегодня 446 рублей, и дополучаешь дополнительную профессиональную пенсию к 446 рублям, плюс в размере бюджета прожиточное минимум, сегодня это 231 рубль. Будешь получать в зависимости, сколько ты накопил. Накопил на 5 лет, будешь получать каждый месяц в течение 5 лет основную и дополнительную пенсию. И третий механизм, он тоже достаточно современный, достаточно актуальный. Ты не идешь на досрочную пенсию, ты отказываешься от дополнительной пенсии, работая во вредных условиях труда, ты получаешь доплату к зарплате, ежемесячную доплату в размере не ниже вот этого тарифа, который установлен указом главы государства. Максимально он 9%. Ну, опять же, это дифференцировано в зависимости от категории работника, от профессии. Вот эта доплата, вы сказали, бюджет прожиточного минимума, она как-то будет, не знаю, там, пересчитываться, может, впоследствии, либо это все-таки уже будет такая единая величина установлена бюджет прожиточного минимума? Как критерий БПМ, мы понимаем, что бюджет прожиточного минимума у нас пересматривается ежеквартально, соответственно, и выплата, доплата к основной пенсии по возрасту, соответственно, будет меняться. В зависимости от изменения размера БПМ. А он индексируется у нас 4 раза в год. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. На полигонах отходов появятся установки по сортировке и переработке мусора, а тару от воды и напитков можно будет вернуть, получив за это деньги. Экология и превращение отходов в доходы. Тема, которая на неделе зазвучала с новой силой, мы уже немного поговорили об этом. И, кстати, как заметил популярный телеграм-канал, этот вопрос Александр Лукашенко поднимал задолго до появления Греты Тундерга. Да, и теперь курс уже на результат. Поддержан ряд предложений правительства. В частности, президент подписал указ, который дает ряд преференций предприятиям и бизнесу по использованию вторичных ресурсов и создает условия для активизации переработки. Александр Лукашенко также поддержал идею внедрения депозитно-залоговой системы. Проект указа касается тары для воды и напитков. Такой подход активно внедряется в Европе и приносит доход, сокращая мусорные полигоны. Наш обозреватель Олеся Высоцкая изучила, как это работает у соседей и вернулась из Литвы, удивленная эффектом, причем не только экономическим. Какими изобретательными могут быть люди, узнаем из репортажа. Окрестности Вильнюса у дороги европейского вида симпатичный завод. Нас встречает директор и гостеприимно соглашается показать владение. В шуме вокруг звон стекла, потрескивание пластика, хруст металлических банок. Здесь мы все бутылки сортируем и приготовляем на переработку. 6000 квадратных метров, работает 70 человек, сразу все и не обойти. Это даже не завод, скорее счетный центр. Задача собранной бутылки пересчитать, отсортировать. Если стекло, то и по цветам, а баночки по металлам. Потом отгружаем уже на переработчика, на стеклянный завод, который опять производит новые бутылки. Никто не копается в мусоре, извлекая из него бутылки. И все настолько чистое, что рабочих мы видели и без перчаток. Аккуратные мешки высыпают на ленты. Дальше работают умные машины. Причем, если среди пластика попадется стекло, техника выплюнет бутылку куда следует. В Литве это работает так. В магазине, оплачивая воду или напиток, оставляешь и залог. 10 евроцентов, по сути, гарантия, что тару производителю ты вернешь, а не бросишь в урну. Внедренная система быстро полюбилась блогерам. Показана сумма, все виды бутылок. Вот, нажимаем вышку, а это выплатить получит чек. И пока одни проводили кбез, собрали подписчиков. Когда мы пойдем обналичивать вот эти вот чеки в магазине, точнее, купим что-нибудь, нам снимут вот эту вот сумму за счет. Как будто мы ее уже оплатили. Другие пытались заработать. И чего только не придумывали хитрецы. Обклеивали руки этикетками и с веревочками пускали бутылки, чтобы снова достать. И обнаружив слабое место у тароматов, даже смекнули, что подзаработать можно вполне легально. Привозя пустую тару, например, от соседей. Но разработчик системы быстро брешь устранил, а за тароматами закрепили камеры. Украинскую не хочет принимать, только их. Законодательство в Литве требует, чтобы производители имели такую систему и чтобы они финансировали. Сама система не зарабатывает деньги. Производители, которые производят продукт, обязаны финансировать систему, чтобы их продукты не загрязняли природу. И такой подход буквально ко всему, что производится, поясняет нам директор Института охраны окружающей среды. Система залоговой стоимости считает прекрасным изобретением экономики плюс. И в лесах стало чисто. Люди собрали все, что только мог поглотить таромат. На свалке бутылка – нонсенс. Как говорится в законе, если ты продаешь эти товары в маркет, ты должен и обеспечить, чтобы все было переработано. Один – это депозит, это упаковка депозита. Есть электроника, транспорт. Этой системой работает лучше всех. Экологи литовский опыт в борьбе с отходами оценивают как положительный. Ответственность бизнеса и стимул покупателя – великая сила. Уже хорошо развита система собирания и переработки электроники. В Литве в маркет выпускается 30 тысяч тонн электроники. По директиве мы должны собрать 65% от продажи. Если еще 20 лет назад 90% мусора в Литве захоранивалось, сегодня переработать страна не может лишь 30%. Но специалисты уверены – это пока. В феврале 2016 года работает депозитно-залоговая система. Очень эффективная. В 2017 году было собрано 90% всей тары, что производится. И Литва активно реализует европейскую директиву в области пластиковой стратегии. Ведем большую работу с производителями и молодежью. Например, сейчас популярна серия клипов «Как я борюсь с одноразовыми пластиковыми стаканчиками». Беларусь не отстает от европейских трендов. За год белорусский лидер к теме экологии и переработки отходов обращался несколько раз. Убрать пластиковые бутылки, заменить стеклом – это лишь один из тезисов. Президент выступает за более активную, чем уже налажено в стране, переработку отходов разных видов. Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией. Состояние окружающей среды – важнейшая задача. Здоровье наших граждан и следующих поколений белорусов не имеет цены. Пока белорусских примеров переработки не очень много, но работа идет. Это Брест. Когда-то это предприятие было первопроходцем. Тогда Беларусь только начинала перенимать скандинавский опыт трансформации мусора в деньги. Из пищевых отходов научились получать биогаз. До нужной кондиции остатки еды доходят в больших баках. После биогаз сжигают на мини-ТЭЦ и получают электроэнергию, которую можно пустить на нужды предприятия, а излишки продать в сеть. Новый проект «Вторую жизнь» даст грязному пластику. Это изготовление тротуарной плитки, это канализационные колодцы, это различные виды ограждения. На совещании во вторник президент поддержал инициативы по переработке мусора и уже в пятницу подписал указ, который станет стимулом и для госпредприятий, и для бизнеса. Например, производителю экоупаковки компенсируют разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако одно условие. Упаковка должна быть белорусского производства и из вторсырья, стеклобоя и макулатуры. Если говорить о новшествах, то первый блок для предприятий, которые перерабатывают РДФ топливо. Они будут иметь возможность получать компенсацию предприятий, которые сжигают РДФ топливо. Также предприятия, которые осуществляют компостирование. Предприятия, которые производят экологическую упаковку. По бизнесу уменьшена пеня за просрочку экологического налога в четыре раза. Второе – дано право предприятиям организовываться в союзе и организовывать свой сбор. Новшеств операторы вторичных материальных ресурсов ожидали давно. Фактически, говорят, он убирает то, что мешало активно заниматься переработкой раньше. Традиционными способами можно переработать порядка 25-30% отходов. И без энергетической составляющей и компостирования органической части отходов таких больших показателей по использованию коммунальных отходов, как, например, в странах Европы, добиться нельзя. В этом указе сейчас предусмотрено, что благодаря компенсационным выплатам будет возможно использовать и энергетическое использование отходов, и органическую часть этих отходов. Одобрение получил и проект указа о внедрении в Беларуси депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Предполагается, что будет проведен конкурс на привлечение оператора, который уже имеет опыт работы в этой системе. Управлять депозитно-залоговой системой будет государственный оператор, некоммерческая организация. Сделали расчеты. Это позволит в два раза увеличить сбор стеклянной, пластиковой, металлической тары, а также на 10% уменьшить количество отходов, которые захораниваются на полигонах. Согласно проведенному исследованию, до 75% опрошенных беларусов готовы участвовать в работе этой системы. Она существует уже в 10 странах Евросоюза и охватывает порядка 140 миллионов человек. Разработчики концепции утверждают, система позволит создать более полутора тысяч рабочих мест, при этом платежи населения за услуги по обращению с отходами снизятся на 10%. Мы посчитаем, что 20 копеек – это нормальная цена для нашего бюджета, для бюджета семьи. Если сравнить с советскими временами, то это была 18 долларовых центов залоговая цена. И мы могли это выдерживать. Мы получим не ниже уровня возврата, чем та жерезда получила за два года 92%. Рециклинг – слово, которое все чаще слышишь и у нас. С английского это и есть переработка. И основной принцип обращения с отходами – сделать все, чтобы мусора было меньше. А это ориентир производства на более чистую продукцию, далее повторное использование вещей, сортировка отходов, переработка с получением ценных продуктов, сжигание и захоронение в самом низу пирамиды, что называется, за неимением других технологий. Олеся Высоцкая, Александр Олешко в главном эфире. Не говори, а изобретательностью могут похвастаться не только наши географические соседи, но и соседи по лестничной площадке. В общем, за примерами далеко ходить не надо. Наша съемочная группа поговорила с белорусскими молодыми экологами, которые произвели настоящий фурор на международной арене. Очередная серия проекта агентства теленовостей «Поколение Биуай» расскажет об уникальных подходах к зеленым технологиям. Их авторы уж точно школу не прогуливали. Скорее наоборот, оставались на дополнительные занятия. Разработки будущего с пометкой «ЭКО». Возможно, в будущем мы сможем носить сумочки из микокожи. Новое лекарство. Моя работа посвящена изучению молочнокислых бактерий как альтернативы антибиотикам лечения некоторых бактериальных заболеваний человека. И умное применение пластика. Это почти одно и то же, что и обычная веревка. Их желание – спасти планету. Вообще, спасение планеты – это, наверное, в духе Кирилла. Своими проектами уже покорили международный Олимп. Когда мне позвонили и сказали, что у Маши золото, это было неописуемое впечатление. Члены жюри шли, шли к ней и слушали, и задавали вопросы. Когда призвание помогать не только себе. Ведь кто, как и не мы, сохраним красоту нашей природы и позаботимся о здоровье каждого из нас. Юные экологи в новой серии проекта «Поколение Биуай». В четверг сразу после «Панорамы» на Беларусь-1. Ну и еще одна премьера будущей недели. Уже в этом году в Беларуси может заработать программа по госзаказу кож сырья. Основная задача нововведения – упростить работу заготовителей и переработчиков шкур. Сегодня эти два звена одной цепи порой работают несинхронно. Из-за этого в хозяйствах и на мясокомбинатах порой складируются тонны сырья. Например, из-за неслаженности в работе заготовителей и переработчиков в прошлом году Гуронинской области пришлось утилизировать порядка четырех тысяч шкур. Навести железный порядок в кожевной отрасли не раз поручал глава государства. Переработка кожи – прибыльный бизнес, который сегодня не приносит стране должных дивидендов. Почему некогда успешная отрасль в последние годы превратилась в проблемную? И что в ближайшее время изменится в работе Витебского мехового комбината? Ответы на эти и другие вопросы узнали наши корреспонденты во время съемок очередной серии проекта «На контроле президента». Не смех и не грех, а сказ про кожу и мех. Это элитная кожа, лицевая, толстая. Сапожник без сапог. Почему отечественные обувщики предпочитают импортное сырье? Потребительские свойства обуви, сделанные из этого товара, они будут существенно отличаться от импортного. Семь шкур спустить мало. Пример бесхозяйственности одних – наука для других. Условия для хранения создать нормальное сельхозпредприятие не могут. И перезагрузка меховой отрасли. От старого комбината остались одни стены. Так стоит ли овчинка выделки? Овчина – это очень нарастающий тренд не только этого сезона, но и будущего. Сегодня профицит, а еще недавно был дефицит. Хронология одного поручения главы государства. Ненормально, когда мы хвастаемся о том, что у нас развитое сельское хозяйство. И в то же время мы не можем обеспечить кош-сырьем обувную промышленность. Развитие кожевенной отрасли в проекте на контроле президента. Смотрите в среду, сразу после панорамы. Детское питание с нитратами, а игрушки с формальдегидом бывает и такое. Госстандарт в ушедшем году выявил на прилавках белорусских магазинов более девяти сотен наименований некачественных товаров. Блэк-лист только в декабре пополнился сразу 73-мя пунктами. Так причиной серьезного недопонимания у надзорного органа стали рыбные пресервы в одной из столичных торговых сетей. В банке с селедкой специалисты нашли листерию, бактерию смертельно опасную для людей с ослабленным иммунитетом. Партия с ее содержанием попала к нам из России. Купить рыбу мог кто угодно. Так как отравленные продукты оказываются на прилавках магазинов? И какую ответственность за такой риск несут нерадивые импортеры? Ответы на эти и другие вопросы искал Алексей Потапов. Сотни фур, тысячи тонн товаров, электротехника, одежда, продукты питания. Вереницами едут к белорусским рубежам и не доезжают до потребителя. Товары без сертификатов и к продуктам по бумагам вопросы. Росчерк ручки, штамп арестовано. Водитель на нервах, импортер в убытках. Большая торговля на глазах разбивается, а холодное спокойствие таможенников. По данным госстандарта, в минувшем году под запретом на ВОЗ и обращение в нашей стране более 900 номинований продукции. Больше половины электротехника. Претензии к огнеупорности материалов электромеханической устойчивости. Вторую позицию антирейтинга поровну делят продукты и, к слову, игрушки, либо другие товары для детей. И эта цифра настораживает. Игрушка должна быть крепкой, не разламываться на мелкие опасные детали, не должна быть шумной. И есть ряд показателей, которые были связаны с выделением нехороших запрещенных фичей. Ну, в частности, например, формальдеги. Госстандарт. Кошмар серого бизнеса. Граница была лишь началом. Сэкономил на сырье, просрочил сертификат. Один визит инспекции, вся партия к изъятию. Со склада или прямо с прилавка в порядке предписания. Сурово, но выясняем. Ловят за руку не только за документы. Воскресный поход по магазинам – традиционный атрибут жизни меньшан и большой доход для торговли. Любой новый неизвестный продукт на прилавках в это время – ставка. Маркетологов – на прибыль, инфекционистов – на потенциальные случаи отравления. И если на рынке от недобросовестных производителей защищают лаборатории, абсолютную гарантию того, что путевку на больничную койку не организует знакомый, вроде бы магазинчик напротив, вам не сможет дать никто. Известная российская марка рекомендует детское питание младенцам старше четырех месяцев от роду. Рекомендовал ли производитель нитраты в составе продукта – большой вопрос. Партию потребовали изъять в магазинах Макелева с декабря. Проверки. Нитраты в детском питании особенно опасны, потому что способны нанести серьезный вред организму человека. И если у взрослых людей вредное влияние нитратов нейтрализуется ферментами, то дети менее устойчивы в этом отношении. А у новорожденных развиты еще не все ферменты. Каждая проба, поступившая на испытания, на микробиологические показатели, начинает свое испытание с данного помещения. Лаборатория при Институте метрологии в Минске. На руках перчатки, в пробирках слезы предпринимателей. В герметичных инкубаторах в комфортной температуре выращивают то, что подорвет репутацию ни одного производства. В нашей лаборатории были исследованы рыбные пресервы. По результатам исследований были выявлены несоответствия по нескольким показателям микробиологическим. Рыбные пресервы, о которых идет речь, нашли на прилавках Минска и Витебска. Три образца обещали просто угробить пищеварение на день-другой, а вот в четвертой баночке был подарочек посерьезнее – бактерия Листерия. Для таких групп людей, которые подвержены риску, допустим, беременные женщины, пожилые люди, маленького возраста дети, для них данный микроорганизм очень опасен, потому что очень велик процент смертных исходов данного заболевания. После того, как в пробах нашли такое, испытывать судьбу никто не решился. Крупный российский бренд крупно подставился. Случаи заражения в мире нечастые, но роковые. Что для одного закончится пдиарей, другого просто убьет. Пара дней и предписание на столе чиновников. Продукт должен исчезнуть с прилавков немедленно. После выявления опасной продукции в реализации, данная продукция запрещена к реализации, изъятая из торговой сети. В случае отказа суд и штраф до 500 базовых. Это все санкции, не считая удара препутации. За ситуацией следят торговые сети, им проблемы не нужны. Проштрафившиеся российские фирмы нарушения признали, работают над ошибками. В самом госстандарте разводят руками. Граница открыта. Отлавливают отраву уже здесь, на ощупь. Наши тоже грешат, но реже. Их контролировать проще. Это должна быть совместная работа с нашими российскими коллегами. Мы надеемся на два документа, которые в высокой степени подготовки. Первый документ – это соглашение о гармонизации законодательств в области назора за требованиями технических регламентов. Так страны ЕАЭС придут к единому знаменателю в сфере контроля качества. В идеале. Вся государства, кроме пока Казахстана, уже готовы подписать регламент. Вся информация в единой системе. Нашли некачественное у нас, в стране производителя узнают и отреагируют, предоставив отчет. Так и будут пробовать навести глобальный порядок в глобальной торговле. В главном эфире Алексей Потапов, Андрей Ястребов, Юрий Тиханович и Валентин Колко. От стандартов ЕАЭС перейдем к разговору с ЕАЭС, вернее, к восточным флангам Союза Латвии. От совместного чемпионата мира по хоккею 21 до поставок нефти через прибалтийские порты. Разговор на неделе Александра Лукашенко и премьера Латвийской республики с американским паспортом Кришениса Каринша получился по-хорошему соседским. Стороны сверли часы до хоккейного первенства, который пройдет в Минске и Риге уже в мае следующего года. Обсудили и поставки черного золота. Вопрос диверсификации. Прибалтийские гавани готовы работать с нашей страной. Осталось договориться с нефтяными державами. По-прежнему ищем финансовый компромисс с Россией. Поговорим с Азербайджаном. Есть еще и Норвегия. Страна как раз работает по черному золоту через Северное и Балтийское моря. И все это здорово, если найдем константу в отношениях. Мне действительно приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город. Точно так, как и для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили, и кто-то в Белоруссии и Латвии. Все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были очень близкие отношения. Не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны. Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько много смотреть назад, сколько обращать свое внимание и обращать свой взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Белоруссией и Латвией. И в отличие от других балтийских государств, фон хорошего сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от расширения этого сотрудничества мы видим большую выгоду, если говорить об экономике, как для Латвии, так и для Белоруссии. Доверие на полисе добрососедства проявляется достаточно серьезно. Даже Вильнюс подумала, может действительно пора бы разумно работать вместе, а не ругаться. Ведь общая цель государств – повышать благосостояние, укреплять экономику. Это лучшая награда за переговоры. И еще о наградах, которые нашли своих героев. Это мы о тех, кто на неделе из рук президента получил ордена. И о тех, кому были присвоены почетные звания заслуженных в самых разных сферах. Что, конечно, приятно и престижно. Трудолюбивые, талантливые и целеустремленные. Именно так Александр Лукашенко высказался об этих людях. Обладателями госнаград стали около 40 представителей важнейших сфер нашей жизни. Ученые, деятели культуры, спортсмены, педагоги, люди в погонах. Секрет успеха прост. Высокой планки в жизни помогают достигать талант, профессионализм и яркие личные качества. Торжественная церемония во Дворце независимости с участием президента получилась особенной и запоминающейся. И напомнила о том, что из достижений каждого в стране складывается общий результат. Воплощая в жизнь свои самые амбициозные планы, вы вдохновляете соотечественников на новое свершение. Быть лидером в своей сфере – великая ответственность и огромный ежедневный труд. Государственное признание – это высочайшее доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества. Спасибо ученым звучало от президента за то, что они, занимаясь исследованиями, делают вклад в технологическую основу в Беларуси. Люди искусства создают то, что называют культурным достоянием и золотым фондом страны. Атлеты своими победами на международных состязаниях позволяют испытывать нам чувство национальной гордости. Труд педагогов важен для воспитания молодого поколения. Служба людей в погонах позволяет нам с вами чувствовать себя спокойно и безопасно в стране. И все эти усилия не остаются незамеченными на высоком государственном уровне. Начнем вторую часть нашей программы с литературной минутки. Так как вырубающая будто топором новости, приходившие из Москвы на неделю, не понаслышке достойны пюра какого-нибудь классика. Судите сами. Вот про революцию снизу, но то, что в 17 классе журналистики, например, написал просто 10 дней, которые потрясли мир. А про революцию сверху, как уже окрестили 17 минут, а Конституции за выступление Владимира Путина в среду написали все мировые СМИ. Написали точно так же громко, но по-другому. Вот транснациональное издание Financial Times заявило о самых радикальных изменениях за три десятилетия. Британская Телеграф, что реформы Путина несут ясность и туман. А Вашингтон-Пост, сами понимаете откуда, признала, что спровоцированный главой России кризис власти, цитата, мог стать результатом тщательного планирования. А все потому, что вместо традиционного ежегодного послания Путин перед крещением устроил даже чиновникам гром среди хмурого неба. Полдня которой потрясли всех и особенно тех российских бюрократов, кто считал себя гражданами мира. Да, теперь в России, если предложенные конституционные новеллы уйдут в народ, народным избранником, министром или главой страны сможет стать лишь человек с характером твердым, отечественным. В порочащих связях с офшорами не замечены и с единственным гражданством России. Кроме этого, Владимир Путин предложил заодно и изменить систему контроля разных органов власти друг за другом. Да так, что при кажущемся усилении всех, единственной реально усилившейся структурой стал непрописанный в Конституции госсовет. С непрописанными нигде обязанностями. И такими же бескрайними, как Россия, потенциальными возможностями. В общем, когда после всего этого в отставку подало правительство, его можно было понять, простить и распустить. Разве что сформировать новый состав кабинета пока не случилось. Известно только имя нового премьера Михаил Мишустин, о котором ранее было известно в основном только имя. Ну и должность глава налоговой службы России. Но в том, что этот крепкий технический профессионал вполне в состоянии выполнить возложенное на него в переходный момент задачи, сомнений у экспертов нет. Как нет и понимания, какие задачи ему предстоит разрешить в период до выборов парламента и президента России. А уж на иной, более длительный, тем более новый срок в среде аналитиков, после этой среды никто загадывать и не пытается. Ну так что, возвращаясь к литературным аллюзиям, есть у революции начало. В смысле, начало реформам, направленным на мобилизацию в России, конечно, положено. Но это точно не конец романа. Пока в России испытывают всю гамму ощущений от политических перемен, Австралия ощущает на себе последствия глобального потепления. За последние несколько месяцев материк кенгуру прошел испытания огнем, а сейчас страдает от большой воды. Хотя, с другой стороны, появилась надежда, что проливные дожди потушат бушующие с августа лесные пожары. Впрочем, пока бессильны и осадки, и заклинания шаманов. А на горизонте замаячила уже новая проблема – угроза оползней из-за наводнений. Теперь милых кал спасают уже не от адского пламени, а от потопа и аллигаторов. Впрочем, около миллиарда зверушек уже не вернутся, говорят экологи. Если среду обитания 13 видов практически уничтожили пожары, то 5000 верблюдов власти были вынуждены отстрелять из-за соображений безопасности. Налеты животных на местные общины в поисках воды делали ситуацию еще более неуправляемой. Ну а восстановить сокращающиеся популяции жителей австралийских лесов не помогут ни сбрасываемые с вертолетов овощи, ни спецгоспиталь для кал. Для многих пушистых пациентов единственный выход, к сожалению, уже только эвтаназия. Из 46 тысяч этих сумчатых уцелело всего 9 тысяч. Масштабы трагедии поражают. Сгорело более 10 миллионов гектаров леса, 2000 домохозяйств. Пугает и то, что вот-вот огненный круг замкнется, ведь через три месяца на юге Австралии вновь начнется сезон лесных пожаров. А страна по-прежнему не может прийти в себя от предыдущей огненной волны. По оценкам экспертов, на восстановление континенту понадобится не менее 100 лет. А вот надежда на более скорое восстановление теплится на другом континенте. В американском городе Чикаго в штаб-квартире одного из крупнейших производителей авиационной, космической и военной техники Boeing ломает головы, как восстановить репутацию. Буквально вчера корпорация обнаружила очередную неполадку в программном обеспечении самолетов 737 MAX. Той самой модификации, от полетов на которой отказались почти все страны мира после двух авиакатастроф из-за ошибок в программе лайнера Boeing. И по всему миру межконтинентальных перелетов сейчас повис вопрос, что не так с авиагигантом. Ответ искала Мария Петрашко. Падение самолетов, падение престижа, падение Boeing. Два десятка авиакатастроф на одно десятилетие под одним логотипом. И это лишь 737-й. Тенденция, мягко говоря, пугающая. Напуганы и в главном офисе американской корпорации. Не спящие в Чикаго ищут способы удачного приземления после резкого крушения акции авиагиганта и потери репутационной высоты. Ведь даже ракеты, в любой непонятной ситуации, попадающие именно в Boeing, уже не добьют и так непреднамеренно сбитую репутацию. Этот самолет спроектирован клоунами, которые находятся под надзором обезьян. Ты бы посадил свою семью в самолет, обучение на которой проходило на симуляторе «Макс». Я бы нет. И я нет. Наша высокомерие – наша смерть. Теперь этому Lion Air может понадобиться симулятор для того, чтобы летать на «Макс». Может, они тупые? А я теперь должен думать, как все это разрулить. Идиоты. Кто как обзывается и как сам называется, показало время. Отказ в переподготовке сотрудников Lion Air к полетам на новой модели оказался катастрофическим. Не только для сотен погибших клиентов авиакомпании. Неудачное пике персонала Boeing с жестокой иронией проигрывается в статистике. В большинстве случаев самолеты падают по вине пилотов. Но кто виноват, если те не до конца знакомы с техническими возможностями лайнера? А тягу к знаниям в авиационной корпорации почему-то не оценили. Зато сейчас оценивают собственные убытки. И вот с многочисленными дефектами с производства снят проблемный «Макс», с особенностями которого не могут до конца ознакомиться ни летчики, ни сами конструкторы. Да и весь мир, дружно отказавшись от полетов на «Максе», отрекаясь от 787-го «Дримлайнер», признал 737-й в любой модификации самым опасным лайнером. И вот уж падший Boeing больше не мировой лидер в авиастроении. Когда вопросы безопасности меркнут на фоне финансовых вопросов, и все это вместе с недостаточным контролем модели 737 со стороны регулирующих органов, действительно возникает вопрос, как мы дальше будем регулировать систему сертификации. Если падать, то к дружной компании вместе с Boeing теряет высоту и ВВП США. Акклюзия из технических недочетов и всевозможных неудач компании – то погодные условия, то ближневосточные фейковые новости о технических проблемах, то все-таки пролетающие ракеты – привели к многомиллиардным убыткам не только одного из крупнейших американских экспортеров, но и экономики страны в целом. И тут уж увольнением главы компании без выходного пособия не откупишься. Проблемы не только технические. Думаю, существуют огромные сложности с брендингом. Вопрос в том, как заставить людей чувствовать себя в безопасности, когда они появляются в аэропорту и видят, что летят на 737-м МАКС. Вернуться в авиационный рай сложно, когда крылья большинству моделей сковывают темные ангары. Но корпорация Boeing не зря принадлежит стране возможностей, за штурвалом которой опытный в торговых войнах командир. И под прицелом санкций главного снайпера оказался ведущий конкурент – европейский концерн «Аэробус», не так давно взявший восточно-азиатский курс и получивший немалую выгоду со всех этапов торговых баталий между Пекином и Вашингтоном. Только как бы после недавнего перемирия не перекочевал санкционный фронт на европейские поля. И без того рекордные 25-процентные санкции, будто порча посланные на все европейские страны, субсидирующие злосчастный «Аэробус», поплатились в лучших традициях бизнес-класса – французским вином, итальянскими сырами и даже шотландским виски. Но только от рекордных пошлин, одобренных ВТО, тучи могут сгуститься и над заатлантическими просторами. Ведь американские компании тоже закупают обложенные тарифами лайнеры, а увеличение трат неминуемо заставит экономить. Но это не значит переключиться на «Боинг» после всего, что было. Это скорее значит падение акций и котировок американских компаний. И вновь нелетная погода. До тех пор, пока они не выяснили, что вызвало сбои в самолетах и не могут решить проблему, я не чувствую себя в безопасности. Я уверен, что они найдут все недостатки, внесут коррективы, чтобы путешествие было безопасным, потому что авиаперелеты, вероятно, все еще являются самым безопасным способом передвижения. Если на случай экономических падений у Вашингтона припасен санкционный парашют, то космические разочарования точно могут обернуться вселенской печалью. Рассвет частной космонавтики в США и соревнования со SpaceX «Боингу» уж никак нельзя пропускать. Вопреки всем убыткам и возвратам корабля «Старлайнер» после неудачного полета, американская корпорация, начинавшая когда-то с гидропланов, по-прежнему намерена набирать высоту до покорения Марса. Наблюдая о том, как трещит по швам фюзеляжа, репутация авиагиганта, который не тонет, фиксировала все репутационные пике из зоны турбулентности в главном эфире Мария Петрашко. Да, после таких имиджевых потерь «Боингу» будет сложно сохранить лицо. А вот в мире есть технология, которая позволяет и сохранить, и поменять, и даже омолодить торговую марку человека – внешность. Дипфейк – фантастический результат усилий органиков, людей и синтетиков искусственного интеллекта. Нейросеть меняет изображение по желанию заказчика, и, скажем, обычный продавец на видео выглядит как Дональд Трамп. Кстати, президента США и вправду уже не раз использовали в таких историях. Это открытое окно для манипуляций подлогов и шантажа, говорят эксперты. В Беларуси тоже задумались. Так специалисты предлагают вынести в законодательство понятие фейк и дипфейк. В общем, сюжет в лицах о безликих Алексея Волкова. «Мне нужно твое лицо, голос, ну и одежда». Явление дипфейк крайне занятное и жуткое. Клонировать в цифре любую знаменитость политика – пожалуйста. Причем где фальшивка, а где истинное лицо с экрана – различить не так уж и просто. На Западе тревогу не бьют, трубят. Институт престижа тает, как слезы под дождем из-за атаки клонов. «Представьте, я человек, у которого в руках украденные личные данные миллиардов человек. Их секреты, жизни, фото. И я это контролирую». С первой до последней секунды – фейк. Оригинал Цукерберга говорил о политической рекламе Фейсбука во время выборов 2016 года в США. И то распознали подлог, потому что сами авторы модели «Марк-2» об этом рассказали. До Беларуси погоня за белым кроликом еще не дошла. Но начинаем верить. Сейчас, когда поток недостоверных новостей, сведений, тотальные искажения являются, по сути, массовой практикой, во всем мире задумывались о том, как пересматривать те подходы, которые раньше были ориентированы на бумажные газеты, на радио, на телевидение. Кстати, тот же Фейсбук, как и Майкрософт, запретили размещение дипфейков на своих сервисах. Только спрашивать их не будут, а найти избранный алгоритм против цифровых агентов нейросети… Ученые из Лондона предложили выработать у людей мыслительные антитела. То есть еще со школы детей будут учить писать фейковые новости и видео, чтобы они не обращали внимания на фейковые новости и видео. Технологию нужно воспринимать всерьез. Как было с фотошопом? Когда он вышел, люди могли манипулировать изображениями. Да, он помог создать великолепные истории и образы, но ведь и сколько фотошоп использовали для шантажа и прочих преступлений. Фактически убийца жанра пародии и вечная молодость для актеров, технология синтеза видео в любом фильме заменяет одну звезду другой. Тут и вечное сияние Стэнли Кубрика с Джимом Кэрри. И картина об одиночестве с крайне узнаваемым лицом. Искусственный интеллект не страшилка от фантастов. На примере дипфейков он демонстрирует обучаемость, рост осознанности. И до фразы «Извини, человек, боюсь, что я не смогу этого сделать» не так далеко, как кажется. Дипфейк – это технология создания поддельного видео, где одно лицо меняется на другое при помощи машинного обучения. То есть машинное обучение – это технология, основанная на нейросетях, которая представляет собой, по сути, упрощенные математические модели. Научиться уклоняться от фейковых пуль не выходит даже у сильных мира сего. Вот Барак Обама делится откровением о Дональде Трампе. Вы знаете, что Дональд Трамп – нехороший человек. По желанию заказчика, видео и сам глава «Белого дома» может быть героем сериала, участницей конкурса красоты Донни Бубу или просто быть дружелюбным с Ким Чен Ином. Кстати, еще одно популярное видео, где возле Дональда его жена. Казалось бы, все окей. И вот такие забавы привели к огромному количеству судебных исков. Хакеры добавляют лица знаменитостей в фильмы для взрослых, затем продают их, получают прибыль, и вот он, матричный алгоритм. Итак, дипфейки. Они открывают целую реальность разработок искусственного интеллекта. Эта система сможет синтезировать любые изображения, любое видео. Она развивается крайне быстро. И пока единого способа контролировать и распознавать эти фейковые видео нет. Это очень сложно. Мои друзья, намерен забыть разногласия и поддержать устремление моего главного оппонента, многоуважаемого Джереми Корбина, стать вместо меня премьер-министром. Только он, не я, может сделать страну снова великой. Это обращение выпустили за две недели до выборов в Великобритании. Услышать подобное от Джонсона – все равно, что увидеть единорога. Непримиримые противники и оба политика десятилетиями громко ненавидят друг друга. Вот только не цифровой репликант. И вот я здесь, президент этих Соединенных Штатов. Ты это сделала, Америка. Ты проголосовала за меня. И таких примеров сотни. Эксперты Белорусского института стратегических исследований крайне обеспокоены тем, что нет никакого регулятора. Понятия фейк и дипфейк предлагают внести в наше законодательство. Ведь с такой технологией, доступной каждому, ненужный человек в нужном месте и лицом может перевернуть мир. В главном эфире Алексей Волков о том, что легко не будет, но будет правда от фейков. Именно такой вышла эта информационная неделя. С вами были Иван Эйсмонт и Виктория Сенкевич. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok